В Мажелесе сегодня одобрили ратификацию таможенного кодекса Евразийского экономического союза. По словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, документ унифицирует регламенты для всех стран-участниц, а электронное сопровождение товаров упростит таможенные операции и сократит коррупционные риски. Национальный таможенный кодекс и кодекс Евразийского экономического сообщества должны вступить в силу одновременно с 1 января 2018 года. Вместе с тем у мажелесменов по новому документу возникли некоторые вопросы. При заказе и доставке товаров, превышающих норму беспошлиного ввоза, физическим лицам необходимо заполнять и подавать таможенную декларацию. Согласно новому таможенного кодекса предусматривается возможность подачи декларации в электронном виде. Проясните, пожалуйста, каков механизм подачи этой электронной декларации? Для этого дополнительно введена норма в кодекс. Не только сам может пассажир, он может обратиться к таможенному сотруднику. Это одна из проблемных зон было, где таможенник сам должен за него заполнить, не брокер, не брать за это деньги, экономить его деньги и время. То есть два способа. Если он может выйти на портал, сам заполнить своего имени, достаточно упрощенная декларация, это не декларация, это товары большие, которые есть, либо за него сделает сотрудник таможенного органа, где он находится.